Рабочий день у Ларисы Шариповой и её коллег сегодня начался нестандартно. Прямо на предприятии они прошли диспансеризацию. Обследование провели сотрудники городской больницы. Так это очень хорошо. И люди, и как вот занятые, мы бы так не вырвались никогда. А тут пришли, конечно, всё сделали и прошли диспансеризацию. Первым делом участники медицинского осмотра получили направление для сдачи крови на ВИЧ-инфекцию. Этот анализ медики рекомендуют сдавать ежегодно. Дело в том, что количество заболевших увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день в Губкинском ВИЧ-инфицирован 61 человек. ВИЧ-инфекция – это не приговор. Чтобы люди не боялись и сдавали хотя бы для себя раз в год анализ на ВИЧ-инфекцию. Потому что ВИЧ-инфекция передаётся тремя путями. На первом месте сейчас у нас стоит половой путь передачи, потом это полентеральный путь передачи, то есть и через кровь, и стерили какие-то инструменты. И третий путь передачи – это уже вертикальный, когда больная женщина, сама, может быть, не зная о том, что у неё эта инфекция есть, она передаёт во время беременности своему ребёнку. В рамках диспансеризации измеряется рост, вес человека и глазное давление. Затем – ЭКГ. Диспансеризация помогает выявить факторы риска развития неинфекционных хронических заболеваний, таких как артериальная гипертензия, помогает в последующем предотвратить такие сосудистые катастрофы, как инсульт, и, соответственно, снижается инвалидизация населения и выявляются такие заболевания, которые могут привести к ранней смерти. Третье место по смертности в России занимает инсульт. Он возникает в результате нарушения мозгового кровообращения. Медики отмечают, что это заболевание молодеет с каждым годом. Если раньше инсульт случался у людей в возрасте 40-50 лет, то сейчас встречается у 20-30-летних. Все чаще инсульт случается у женщин. Предотвратить это заболевание поможет профилактика, говорят врачи. В профилактику входит правильное питание, умеренные физические нагрузки регулярные, отказ от курения, потом борьба с заболеваниями, то есть лечение, профилактика заболеваний, которые приводят к инсульту, это гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, наличие нарушений сердечной деятельности. После обследования состоялась лекция. На ней рассказали о важности диспансеризации, правилах спасения больного при инсульте и о том, как избежать стрессовых ситуаций на работе и дома. Обычные стрессовые ситуации, которые каждый день человек преследуют рабочие моменты, семейные, домашние, их можно элементарно с ними справляться тем, что каждый день просто свою жизнь вносить разнообразие. Заниматься спортом, увлекаться какими-то определенными занятиями, искусство, что-то еще, то есть музыка, что вам интересно. После лекции у присутствующих была возможность задать вопросы врачам поликлиники. Многие ситуации были разобраны на месте. Вопросы личного характера работникам предприятия было предложено задать на приеме у специалиста городской больницы. Такие собрания, конечно же, полезны, потому что непосредственно идет контакт с жителями города, уже доносишь информацию не просто на приеме, а вот конкретно они задают вопросы, которые их интересуют, и они получают более полную картину о данной процедуре. Мы весь год удачно сотрудничаем, значит, с городской больницей, чем выражаем ей огромную благодарность, потому что они всегда идут к нам на встречу, это как лекции, когда приезжают доктора со своим видеоматериалом, и, соответственно, это практическая часть, как была сегодня, забор крови, снятие ЭКГ и так далее. Выездной способ диспансеризации помогает охватить наибольшее количество людей, отмечают медики. Планируется, что подобная форма работы будет продолжена. Наталья Рябинина, Алексей Магин, Новости Губкинского.